Изящный и обаятельный депутат Государственной Думы Светлана Викторовна, человек позитивный, опираясь на цифры, разложила, как обстоят дела в Краснодарском крае. Немного статистики. За пять лет Кубань сократила долг, который относится к временам организации Олимпиады в Сочи, на 61 миллиард. Построены 72 детских сада, 50 школ, 50 пристроек, 66 детских сада отремонтированы. Я сказала уже, что на Бумане помогают многодетным семьям. Для третьего ребенка постоянно растут выплаты. С 2018 года мы проводили, сегодня это уже почти, прошло почти минимум. Кроме того, эти семьи имеют полное право получать федеральную поддержку. Более того, у нас 8 тысяч семейных участков на Бумане выданы как раз семьям многодетным. Пандемия забрала из бюджета края 30 миллиардов рублей. Но позиция губернатора – ни одну социальную статью даже при таких выпадающих не сокращать и не сократили. Это, на мой взгляд, весьма важно. Очень важно для наших людей, которые тоже пострадали в период пандемии. Кто-то потерял работу, кто-то потерял доход постоянный. Конечно, эта помощь очень мне очень нужна. Общественники вновь и вновь задают вопрос застройки Анапы. Да, он тревожит. Прозвучал он и сегодня. Давайте остановим бездумное строительство на территории нашего города-курорта Анапы. Это из-за стройки нашего микрорайона на высоком берегу. В 92-м году, когда я была депутатом Совета нашего города-курорта, Юрий Владимирович Васильевич говорил, что там строительство ни в коем случае нельзя производить, потому что там может быть движение пластов. Василий Швец обратил внимание, что важно спроектировать генеральный план Анапы, современный, отвечающий стратегическим планам развития. И уже подписываются документы по его разработке. Кроме того... Что касается застройки, не самую популярную меру, немножко такую вот волевую, я принял вчера первую. Вы, может быть, наверное, тоже смотрели, читали в средствах, в социальных сетях. Разрешение на строительство, которое было выдано еще в 2016 году, я вчера его отменил. Общая задача сохранить и развивать детский отдых. В планах с помощью Светланы Бессара привлечь к работе над этим вопросом специалистов Минздрава и коллег из других ведомств Федерального центра. Необходимо понимать, как и чем можно помочь детским санаториям. Как заметил Василий Швец, мало сказать, санаторий не закрывайся. Должен быть основной вид экономической деятельности. И на этот основной вид экономической деятельности, когда мы его вновь введем, мы будем просить коллег из Федерального центра, чтобы нам помогали, из федеральных наших государственных служб, чтобы мы его ввели. И на него, вот как на стержень, как на ел, мы уже будем дополнительные преференции с одной стороны. И на субсидии или там дополнительное федеральное финансирование с другой стороны, как и дружки, на ел уже будем навешивать. Общественники задают самые разные вопросы. Строительство поликлиники, школ, водоотведение, федеральное финансирование объектов курорта. Все вопросы, по которым еще много вместе работать. Ведь Анапа – это, по сути, детская федеральная здравница. Анапа – это санаторно-курортные учреждения. Это большие уже наработки в курортологии. И мы не должны все это потерять. Не должны потерять при бездумной застройке. Именно поэтому последние решения губернатора были связаны с безусловной поддержкой анапчан в вопросах развития Анапы, в вопросах развития круглогодичного. Потому что, да, мы понимаем, что курорт – это не круглый год. Но у нас в Анапе есть возможности для развития, в том числе и туристического. У нас огромное наследие. Наследие еще со времен Древнего мира. Более двух часов общения Светлана Бессарап обращается к залу. Можно сказать уверенно, в Анапе состоялось гражданское общество. Сегодня были критика, советы, конструктивные предложения. И все они звучали прямо и открыто. Вадим Иванов, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.